Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Я немного заболел, и это слышно по моему голосу, но ничего страшного, ведь сегодняшнее утро просто супер насыщенное в плане каких-то сумасшедших событий. Поэтому я и написал, криптовалютный рынок сошел с ума. Настолько, что проснувшись, я сразу же начал работать над этим видео. Происходящее пугает, но подводит к одному и тому же выводу для всех этих историй. Нет ничего лучше биткоина, особенно если ты хранишь его самостоятельно. Если тебе нравится подобного плана контент, не забудь поставить лайк. На вчерашнем видео мы набрали уже 3000 лайков, давай наберем на этом 2500 лайков. Большое спасибо за поддержку. Начнем с государственного долга США, который вчера достиг рекордной отметки 31,5 триллион долларов. Просто потрясающие цифры. Он достиг очередного потолка, который правительство установило в прошлый раз. Минфин США в лице Дженет Йеллен уже говорит, что они принимают экстраординарные меры для того, чтобы предотвратить дефолт. Какие же меры они предпринимают? Пока публичных заявлений не было, но можно было бы, например, сократить расходы или сократить размер правительства или дать покупательную способность доллару, сделав его сильнее. Не, это все из области фантастики. Хотя республиканцы и требуют сократить расходы, только в таком случае они проголосуют за поднятие потолка долга, но навряд ли это случится. Кстати говоря, это поднятие потолка долга может стать уже 23 в истории США. Так вот, люди спрашивают, что это за экстраординарные меры предпринимаются прямо сейчас. Кто-то говорит, что они прямо сейчас берут деньги из пенсионных фондов, ну а кто-то предполагает, что они забирают деньги с банковских счетов обычных граждан. Все это звучит весьма фантастически, если бы не одно «но». Почему-то именно в этот день, когда государственный долг достиг потолка, внезапно посыпалось множество жалоб от клиентов Банка Америки, например. В Инстаграме, ТикТоке, Реддите сообщают о больших проблемах с этим банком. У многих клиентов просто-напросто исчезли деньги со счетов. Возможно, это просто совпадение, но это очень-очень странно. Давай посмотрим это видео из отделения банка, которое снял один из клиентов. Ну что же, я в Банков Америка, и у всех исчезли деньги. У меня тоже исчезли деньги, 3200 долларов. Они отправили меня в службу поддержки, и они просто тянут время здесь. Вот у него тоже исчезли деньги. Пытаемся выяснить, что происходит. Но служба поддержки вообще ничего не может с этим поделать. Если кто-то еще испытывает такие проблемы, дайте знать. Это неправильно. Я потерял деньги, а они говорят, что не могут помочь мне. У них у всех исчезли деньги со счетов. У вас тоже деньги исчезли? Ну да. Вот. Это не только у меня происходит. Это сумасшествие. Банк Америки просто решил забрать деньги у людей, ничего не сказав им. Что происходит? Они нас просто футболят с нашими вопросами. А у нас у всех один и тот же вопрос и одна и та же проблема. Представь себе, что ты просыпаешься утром, пытаешься оплатить квартиру или купить еду, а у тебя нет денег на карте. А до зарплаты еще далеко. Банк забрал твои деньги и говорит, что ничем не может помочь. Я чувствовала себя совершенно беспомощной, говорит женщина, чьи деньги исчезли со счета в Банке Америки. Я нашел еще одну интереснейшую историю клиента банка. Он пишет следующее. Рэй Гарсия его зовут. Он пользовался Банком Америки 20 лет подряд. Но затем он увидел, что вчера у многих исчезли деньги на счетах этого банка. Он решил проверить свой счет и заметил какие-то странные 15 транзакций, связанных с платежной системой ZellePay. Рэй сказал, что он таких транзакций за один день не проводил. По его словам, он потерял 700 долларов со своего счета. Служба поддержки проигнорировала его запросы. Сотрудник Банка Америки по связям с общественностью сказал лишь то, что была какая-то задержка между последними транзакциями, но все решено. Проблема была со стороны банка. Скажи честно, тебя бы такое объяснение удовлетворило бы? Доверие к банку подорвано, доверие к финансовой системе подорвано. И что вспоминается сразу же? Ну, конечно же, биткоин как альтернатива существующей финансовой системе. Гораздо более безопасная и контролируемая тобой. Биткоин это способ забрать контроль обратно от правительства себе. Но только в случае, если ты не хранишь его на бирже. Ведь если хранишь, что ж, и в таком случае у тебя могут быть проблемы. Например, такие, какие произошли у пользователей биржи BitSlat и даже Binance. Напомню, вчера я выпустил видео с обновлением о том, что Минюст США уничтожили биржу BitSlat. Это уже имеет свои последствия. Помнишь, мы говорили, что BitSlat была очень маленькой биржей, но кажется, такую репутацию ей делали намеренно. Если бы она не была маленькой биржей, ее бы не смогли использовать в преступных схемах. Посмотри, например, на этот отрывок из обвинительного акта Министерства юстиции США против BitSlat. Как они там говорили? Наибольший транзакционный оборот был с Даркнетом? Крупнейшим Даркнет рынком Гидра? Да как бы не так. Здесь четко написано. Крупнейшим партнером BitSlat оказался Binance. Гидра только на втором месте. Кроме этого, кстати говоря, на третьем месте, как ты видишь, среди крупнейших партнеров BitSlat оказалась спонсисхема, опять же, российская, та самая Финника. Может, ты знаешь о такой? Многие люди в ней пострадали. Множество пользователей Binance жалуются, что им отключают даже возможность зайти на свой Binance аккаунт. Мы ожидаем, что Министерство юстиции США, а также, возможно, Финсен, Минфинансов и даже СЕК могут начать расследование по отношению к Binance. На предмет изучения транзакций между Binance и BitSlat. Пока неизвестно, попадаем ли мы с тобой в зону риска, наши аккаунты. Но есть один четкий фактор, который делает блокировку возможной на 100%. Все аккаунты Binance, которые проводили транзакции, получали или отправляли деньги с криптобиржи BitSlat, блокируются. Вот тебе и маленькая биржа, вот тебе и маленькая проблема. А закончить я хочу обновлением по ситуации с Генезис, трейдинг и Digital Currency Group. То, о чем мы говорили, только что свершилось. Генезис подал заявление на банкротство. Что ж, ожидаемо. Рынок даже не особо на это отреагировал. Генезис сообщает, что у него осталось 500 миллионов долларов в активах. Однако, только лишь одному кредитору он должен 765 миллионов долларов. А общий долг при этом составляет около 3 миллиардов долларов. Но на этом история не заканчивается. Активы Генезиса теперь могут быть реализованы в рамках дела о банкротстве. Но есть хорошая новость. То, что Генезис выбрал заявление о банкротстве, а не продажу своего портфеля, означает, что резкого обвала на крипторынке не будет. А будет медленный процесс ликвидации активов в рамках дела о банкротстве. На самом деле, это гораздо лучше, чем слить все сразу. Кэмерон Уинклвас, создатель биржи Гемини, уже прокомментировал эту ситуацию. Напомню, он уже опубликовал два публичных письма Digital Currency Group и Барри Силберту с требованием вернуть долги. Также он сказал, что хороший момент заключается в том, что Генезису в рамках дела о банкротстве придется раскрыть все махинации, которые привели Генезис, DCG и Гемини к такой печальной ситуации. Но дальше еще интереснее. Кэмерон говорит, что DCG, материнская компания Генезиса, продолжает отказываться от любых сделок с кредиторами, в том числе и с Гемини. Поэтому, говорит Кэмерон, мы готовимся подать прямой судебный иск против Барри Силберта, DCG и других лиц, которые несут ответственность за мошенничество, причинившее вред более чем 340 тысячам пользователям Гемини и других компаний. Кэмерон говорит, что Барри Силберт и DCG должны одуматься прямо сейчас, иначе судебный процесс против них начнется незамедлительно. Многие спрашивали, ну а что будет, если ультиматум Гемини о погашении всех долгов до 8 января не будет выполнен? Что ж, вот что будет. Будет суд. Однако, Уинклвас даже сейчас дает DCG Барри Силберту, как мне кажется, последний шанс. Здесь очень интересно развиваются события, поэтому я буду освещать их дальше на своем канале. Ну а меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok